Итак, всем привет, с вами Добгай, но перед началом видео напомню, подписаться, если вы еще вдруг не подписаны, а мы поехали. Поглашаем играть за парижскую, теперь палитарскую коммуну. Капиталировали мы уже Испанию и Французскую республику, которая сбежала в Африку. Остается из Антанты нам победить только Канаду на самом деле, и она вся должна распасться. Но здесь еще целая Африка как бы сейчас будет воевать. Протоколе, кстати говоря, сама начала воевать с Металь-Африкой зачем-то. Может, видимо, по айвентам там есть что-то. Тем не менее, тем не менее, сейчас вот это, я думаю, армия у нас добьет Марокко, после чего пойдет уже сюда вот этот фронт потихоньку закрывать. Британцы нам неплохо помогают на самом деле, именно они и организовали вот эту выставку, за что им можно сказать очень большое спасибо, будут здесь не бесполезны. Но вот с респактом у нас пока что ничего не происходит. И, ну, наверное, нормально нас это устроит. Наверное, надо будет нам пропушить Италию в один момент. Но это чуть-чуть попозже. Первая, неочередная задача у нас это как раз-таки победить в Африке, потом победить Антанту, потом уже задумаемся о респакте. Здесь синдикаты начинают пушить. Я им помог нажать кнопку, потому что иначе я вам отвечаю, они бы всю игру и не нажимали. Но как бы это неинтересная страна просто ничего не делает. Как бы пускай они хотя бы, они же фокусы даже не берут. Как бы это же неправильно совсем. Здесь Россия вернулась и часть территории, которые здесь повыделялись. Япония все еще контролирует побережье, можно сказать. Хотя все еще есть такие независимые территории. Очень непонятно, на какой стороне и как выступит Россия. Скорее всего, наверное, против респакта в один момент. Но сложно сказать на самом деле. Очень сложно сказать. Но в целом, да, вот видите, есть враг на западе. И рано или поздно, я думаю, они должны, да, напасть на респакт. Будем этого ждать. А пока продолжаем, поехали. И начинаем решать судьбу. И теперь мы тут будем кучу африканских марионеток выделять. На самом деле, это немножко нам сейчас помешать. Может, но в целом, я думаю, нормально. Они там наделают кучу фабрик фокусом. И нам сейчас, наверное, будут как-то передавать тем или иным способом. Боли задуманного этого будет. Боли, по крайней мере, не будет вреда. Итак, войска здесь в Подмороке почти все подошли. Направляем их туда. А здесь мы достаточно успешно будут хивоем. Так и продолжаем. На самом деле, можно было бы еще истребителей сюда задеплоить. Почему бы нет? И даже... Так, мне показалось, что там границу потеряли. Но нет, там не войне даже. Это просто такая граница смешная. Будем просто потихоньку их с самолета выбивать. Скачать опыт. Почему бы нет? А вот мы поставили гильотин на каждой улице. Что нам еще можно полезного поисследовать? Объективно говоря, во-первых, войну, как я и говорил, снижение стоимости это полезно. Но давайте не сразу. Вот эти тоже возможно. Но я бы давайте верфи поставил. Можно подлодочки апнуть. Можно пойти выйти в вот эти вот два бонуса исследования на подлодке. И просто выкачать полностью, я думаю, подлодки. Почему нет? А вот еще одно сражение с немецким флотом. Здесь сражаются вообще британские корабли. Наши командиры подлодок там. И пока что мы не можем соединить наш флот. Давайте-ка остановим их. Вот так переведем. Что там они чинились. Потому что мы не контролируем пролив гибралдарский. Только мы, я думаю, морока добьем. Мы установим наш флот и попробуем этим флотом, собранным таким по кускам, так сказать, французской часть, сейчас наш, сейчас еще. Откуда-то я не помню. Это все направить против Германии. Не знаю, насколько у нас получится, но с какой-то, наверное, воздушной поддержкой может быть. Здесь сейчас есть проблемы со сражениями, но это потому что британсов нет. Вот захватим его вот здесь вот, пункт снабжения вот здесь вот. И, в принципе, должны ожить. Ну и на севере тоже, если бы захватили, было бы, я думаю, отлично. Нет, на вот это вот, спасибо. И докачали мы докторину, супер. Ой, у нас пытаются здесь пробить, блин. Ну, ребята, удачи вам. Все, что я могу сказать. Здесь еще вот эти ребята тренируются. Ну, пускай тренируются, я не буду останавливать тренировки. Что они набивают опыт нормально. Да, вот, типа такие вот битвы, вот, я бы мог сюда заводить свой флот и побеждать. Но вот этот я хотел бы сюда обучить, поэтому я бы взял его хотел сюда отправить. Здесь более безопасные воды, здесь обучить. И потом объединенным фронтом вернуть и победить. А вот наши истребители, наконец-таки, доходят до воздуха. Ну, именно в большом количестве наши новенькие. И начинаются хорошие для нас размены. И здесь мы проходим до Сеуты. Как я и говорил, мы хотели деблокировать наш флот. У нас, в принципе, почти получилось. Высадка здесь безопасная, окей. Вроде там они сами по себе справляются. Слушайте, давайте как сделаем. Попробуем помочь здесь немножко, но по факту будем просто сейчас двигаться на юг этим флотом. И нужно будет закупить, конечно, топливо, когда мы начинаем его применять. Румыния в этом поможет. Ну да, с нашим флотом, конечно, все стало получше. Хоть и он поздно пришел, поэтому не так много сделал. Тем не менее, все равно что-то дозделал. И мы взяли Лиссабон. Лиссабон. А, Португалия вошла в войну против нас. Да, вот что произошло еще. Ну, мы этого даже не заметили. Британцы совсем разобрались. Так, теперь этот флот сейчас будет тренироваться. Надеюсь, что никто его не перехватит на тренировку. Потому что мне очень важно им брать, во-первых, дебафы. Это всегда очень важно убирать все дебафы. Во-вторых, ну, возможно, получить бафы. Было бы тоже очень приятно. Ну и вот Марокко подходит к концу. Здесь, тем временем, британцы еще держат оборону. Можно было бы право здесь наступать. С ощущением, что они не находятся в войне. Да, они не находятся в войне с ними. Если вы не являетесь лидером. А, видимо, вот эти ребята напали не на нас, а на Британию в этой войне. Ага. Я понял. Вот эта война была на нас, французско-республиканская. Да. А немецкая война была против британцев. Из-за этого мы не можем в нее призывать людей. Очень смешно и неудобно. А наши подлодочки, кстати говоря, расцветают. Прямо видите, сколько мы здесь все перехватываем и топим. Очень удобно и приятно. Ой, мы теперь можем из Либерии покупать все ресурсы без конвоев. Кайф. Вот здесь вот типа считают, что они переводятся. Ну, не сильно это интересно, как считается, что. Хотя, конечно, любопытно. Но теперь мы можем спокойно покупать резину. И мы чувствуем себя теперь в безопасности. По крайней мере, наши конвои. Вот еще какая-то была очень большая битва. Тут несколько даже битв с немецким флотом. Но немецкий флот так далеко от действия, конечно, находится в опасности. Вот я вам говорю. Вот это вот все сейчас дообучаем. Это отвратительный флот, но очень медленный. Но атаки здесь хватает. Следовательно, если битва какая-то долгая идет. И как бы такая, ну, вялая. То мы в нее успеваем. И мы в нее успеваем понаносить неплохой урон. Кстати говоря, на нас попали. Ну, не совсем так. Скорее мы тренировались. Заметили рядом противника. Такие, блин, давайте потренируемся. Блин, они выстреляют в ответ. Неудачно вышло. Ну, да. Почему они вступили в бой? Хороший вопрос. Даня просит нашей помощи? А. То есть они проведут реформы только. Конечно, мы согласны их там забрать. Блин, ну... Ну, я думаю, Даня, все. И немецкая авиация тоже все. Даня соглашается. Слушайте. Даня, конечно, молодец. Но поздновато, конечно, она пошла к нам, скажем так. Я бы даже, наверное, хотел бы им как-то помочь. Ну, к примеру, там, дивизии туда перебросить, да? Вот эти. Но я не уверен, что я даже успею. Все-таки шансы есть. Попробуем. Но не думаю, что мы сможем. Слушайте. А теперь они восстановили организацию. Можем попробовать помочь им по-серьезному. Да, вот. Ленцы получают очень много урона. И теряют даже уже несколько кораблей. Слушайте, на линкор они не успели... А, успели потерять. Отлично. Это мне больше нравится. Давайте дотренемся еще чуть-чуть. Можно еще перк вкачать ему. Слушайте. Ну, вот это вообще неплохой перк. Ну, давайте возьмем вариант попадания торпеды. Нас пытаются в горах здесь вот пробить. Но удачим с этим. Более того, давайте туда перебросим нашу авиацию, чтобы еще и авиация наносила урон по ним. Ну, с Даней мы не успели. Ну, вообще я хотел. Было бы достаточно интересно, если бы мы успели до Дани доехать. Но не успели. Да это было бы невозможно. Если бы они сделали это на хотя бы, не знаю, недельку-две раньше, может быть, были бы еще шансы. Но в такой ситуации уже, наверное, никак. Допустим, что Германия как-то потерял уже 500 тысяч человек. Хотя здесь нету, наверное, ну, ни одной битвы почти, что на нашей границе. Так что очень-очень любопытно, как это так получилось. Видимо, у них были дивизии в Африке, что ли? Ну, и вот здесь какие-то. Не знаю. Ну, и плюс, конечно, я, скорее всего, утопил много дивизий. Это однозначно. Другой вопрос, что неужели настолько много. Ну, хотя если они вот так вот атакуют, это немецкие дивизии. Ну, нет, это итальянцы атакуют нас. Ну-ка, ну, вот здесь вот, да, здесь вот, конечно, немцы атакуют. Ну, да, если они так бесконечно адакватят будут, то, конечно, это долго не продлится. Нью-Йорк взывает о помощи вольного города Нью-Йорк. Эм, что? Что? Слать им в виду в обмен на прибыльное дело возможности. Что? Это, конечно, очень интересно. А они что, реально независимые там сидят? Не, ну давайте отправим партию еды и припасов. Что я могу сказать? Но созвал либерализм, типа они еще не провоки какие-то, которых мы не любили бы. Но, конечно, они не это, не истина на работающей стороне. Так что не сильно они добрые для нас. Ну, посмотрим. Итак, вот, по-моему, полностью обучен. Если не полностью, то все основные, по крайней мере, большие корабли обучены. Этого уже более чем хватает. Можно его дочинить, и весь флот этот. После чего, давайте, дочиниться, только ты будешь, пожалуйста, на больших ферфях, там где их 10. После чего он сможет уже вступать в бои полноценно. Вот мы добили все войска Антант на западе. Теперь нужно начинать воевать с рейхспактом здесь. Слушайте, вот здесь вот они что-то там пытаются делать, и как-то делают, британцы их устанавливают, но вообще не против того, чтобы они сдержали войска какие-то. Это видите, сколько нам дает возможностей для отопления этих припасов, сколько подлодок у нас здесь работают. Очень много туда едет, и очень много там просто умирает из-за этого. Пускай продолжают, я не против. Заводите туда сколько чего хотите. Господи, какие тут потери огромные. У Дели, по сравнению с вот этими ребятами. В Германии, на самом деле, мэнпавера бесконечность, я думаю, будет. Там еще и милитаризм, наверное, должен быть потом на мэнпавер. А те, нет, уже есть. Они мобилизуются, наверное, только, или что? Что должно быть как будто бы больше. Ну, посмотрим. И я вижу здесь идет битва. Давайте же начнем в них участвовать. Зайдет этот флот. Блин, ну вы выбрали, конечно, невероятно интересную битву. Давайте тогда сами будем наблюдать, и сами будем помогать где надо. Какой он-то стоит в Гибралтаре? Да. Он же реально будет сюда плавать, типа, 10 лет. Ладно, пускай плавает. Типа, топливо у нас есть. Что нам терять, верно? И начинаем готовиться к нападению на Италию. У нас уже там, в принципе, ресурсы итальянские были истощены нами. Можем еще чуть-чуть посидеть, подождать. И после чего можем начать наше наступление. У нас здесь есть очень много авиаций, игра на стрелке. Думаю, все должно быть отлично. Но, кстати говоря, нет вообще фортификации никаких на границах здесь, в горах. Но вызывают вопросы, типа, итальянцы, вы вообще предполагали, что мы можем воевать? Ну, наверняка, да. И как здесь вообще наши битвы проходят? Здесь какая-то пехота атакует. А, я понял, какая пехота здесь атакует. Но, учитывая фронт, в принципе, нормально. Конечно, атаковать нам в горы не очень приятно, но мы вообще справляемся. И, конечно же, в этом нам очень помогает наша авиация. Начинаем наступление в Италии. Что я могу сейчас искать? И строим радары вот здесь, чтобы здесь побольше ловить кораблей. Вот здесь, чтобы тоже здесь ловить. И, как бы, тут уже стоит радар. Что у нас все равно уже пока что строить особо-то и ничего, прочтите здесь. А вот и Нидерланды, присоединились к Рейхспакту. Ну, на самом деле, достаточно ожидаемо. Другой вопрос, что это вряд ли что-то меняет. Вот в Норвегии кое-что... Да, я вижу, что не очень хорошо идет. Я как-то даже не думал, что Швеция может зайти в Рейхспакт и произойдет вот такое. Но произошло. Надо ускоряться, я думаю, в Италии. И начинать оказывать давление на Германию на других фронтах, чтобы она какие-то войска оттуда перетягивала. Наши дивизии здесь пробиваются. Конечно, не так прекрасно, как хотелось бы. Вроде прогресс есть. Такой. Не спеша, не спеша. Самое главное преодолеть горы, потом все будет проще. В принципе, уже к равнинам-то и подходим. Главное атаковать и давать авиации делать свою работу. Здесь вообще тоже можно было бы пробиваться. Авиация должна делать свое дело. Ну и вроде как успешно мы здесь пробиваемся. Давайте-ка вот так. Я вижу, что здесь мы смогли супер успешно, я бы сказал, пробиться. Давайте вот так сделаем. Сейчас все эти ребята окражутся окруженными. Будет, наверное, не очень приятно им, да? Ой, мы неплохую часть канадского флота потопили. Это приятно. Все-таки новоронный флот себя пока что показывает отлично. Итак, мы сделали себе вот этот баф на исследование. Теперь берем вот этот баф на опять атаку, опять защиту. И без эффективности тоже очень солидный баф. Есть там еще снижение этого, скидок. Скидки, короче, на Доктрины, это круто. Но самое крутое, что мы прорвали итальянскую оборону и пытаемся сейчас как-то вот эти войска еще окружить. В целом шансы пока неплохие, но вообще они потихоньку выходят. Смотрим, как удастся, не удастся. Ну, слушайте, вот этот механ неплохо держит урон, я вам скажу. Очень неплохо. И да, войска, войска все-таки могут выйти, выходят. Надо постараться их по максимуму задержать, но выйдут, выйдут. Хотя они пытаются вот отсюда помочь, это плохая идея. В целом все равно неприятное количество для них мы все равно заберем. Карибы нас пытаются собрать неудача для них. Мы здесь, кстати говоря, флотом очень успешно оперируем пока что. Как бы я бы сказал, южные моря все под нашим контролем. Вот это окружение получилось. Солидное, солидное, я бы сказал. Можно добивать Италию. Кстати говоря, аргентинцы вот эти вот продолжают здесь что-то воевать. Правда, не на нашей стороне, но все равно они ликвидируют правое государство, которое для нас, можно сказать, враждебное. И начинаем наступление вот здесь. Я почему-то все еще стрелку здесь не нажимал, оказывается. Теперь нажал. Выска британская, вау. Немножко неожиданно даже. Давайте им поможем, чем сможем. Это не много, но это честные самолеты, я считаю. В принципе, должно кое-как помочь. И вот они делали три битвы. Одну они вот это могут еще выиграть. Вообще не так много шансов у них, объективно говоря, выиграть там битву. Сейчас кто под Крепк подойдет, там очень много дивизий, потому что... Но мы хотя бы какие-то им шансы дали. Опять-таки происходит ликвидация вражеской авиации. Очень успешно. Видите, такие цифры можно и легкими самолетами делать. Как минимум их будет всегда больше. И размениваться всегда выгоднее. Тем не менее, приятно, приятно. Ну, вот как обычно они делают самолеты нормальные. Вот что из этого выходит. И Австрия наконец-таки добивает Лирию. Господи, как же они долго это делали. О, мы, кстати говоря, минус 1-0 итальянский весь флот. Я этого не заметил, но это произошло. Понесли ли мы какие-то потери? Слушайте, ну да, некоторый урон наши корабли реально понесли. И они теперь реально будут сейчас ремонтироваться. Ну, окей. Он здесь даже не маленький, я бы сказал, урон. Давайте их тогда немножко разделим, чтобы они ремонтировались побыстрее вот так. Господи, как здесь все неудачно управляется. Ну ладно, нормально происходит все. Теперь авиация наша боевая переходит в уже центральную Италию. Даже центральная считается Италия. Просто Италия, а это север. А это по Вали, окей. Просто в Италию туда переходит. Начинает здесь работать. Тоже достаточно успешно. Скоро мы уже будем в ремечество. Ой, неужели это немецкий флот здесь? Без топлива. Потому что он полностью закрыт. Ему некуда идти. А у нас флот на починке стоит, да? Этот момент не очень удачно, конечно. Но слушайте, не можем же мы вечно воевать. Мы не ворская страна. Я думаю, мы еще немножко восстановимся. И сможем после этого пойти и уничтожить этот немецкий флот. Пока давайте пойдем вот сюда. Или что? Или... Ну да. Что нам еще исследовать особо? Так, а теперь, как я и хотел, переходим на средние танки. По возможности в наших танковых дивизиях. Они все это время, кстати говоря, сидят вот здесь. Да, ну, танками здесь вот воевать, я думаю, плохая очень идея. Поэтому давайте эти танки вернем просто вот сюда. И будем ориентироваться на то, что мы ими будем атаковать Бельгию. Атакап Италии произошел. Давайте добьем выживших. Нам передали приказ такой. Можем разбираться. Опять Карибовый выставка. Опять неудачь. А удача им. Вот и последние войска Респакта добито. Вот эту армию теперь мы сможем... Так, Османская империя. Окей, не сильно интересно. Эту армию мы направляем вот сюда. Она будет, скорее всего, воевать с Австрией. Давайте я им их еще пообучаем. У нас создаются вот эти дивизии. Вопрос, куда их направить. Давайте они, во-первых, потрениться. Во-вторых, наверное, давайте сделаем вот как-то так. Типа вот так, наверное. И я думаю, надо защитить новые приобретенные порты. Африку я не буду защищать, порты я думаю. Потому что, ну, потерпит Африка. Там совсем наша территория. Какая они там сами справляются. Да и кто там будет высаживаться туда. В принципе, все это, кстати говоря, тоже. Ну, допустим. Это просто в теории хотя бы угрожает нам. Да, если в Италии высадится, то до Франции дойдут. Хотя в Африку высадится, ну, никуда они не дойдут. Ну, что же, я думаю. Мы делаем КБ на Бельгию. Будем сейчас делать план о контр-шлифе, на так называемый. В Назерландах, кстати говоря, очень много войск. Ну, ожидаемо. И я думаю, можно вот отсюда большую часть подлодок перевезти куда-то еще. Хотелось бы, по крайней мере. О, экипет обил войну Германии. А, как вовремя. Давайте вот сюда попробуем перевезти подлодки наши. Я думаю, неплохая идея уже рейдить прямо у берегов Германии. Тем более, мы так сможем выманить их в флот. Здесь происходят тоже бесконечные рейды. Очень-очень эффективные, потому что у нас здесь радар рядом стоит. Конечно, радары очень хорошо помогают в этом плане. Можем еще один левел построить. Конечно, радарьки произошло. Теперь у моих людей свободны. Это отлично. Давайте объединим уже все-таки этот флот. В принципе, он может уже дочиниться в одном порту. Там не так много кораблей осталось задамаженных. Верно? Отлично. И продолжаем здесь чиниться. Три корабля, все. Один месяц, и мы будем готовы воевать снова. И начинаем готовиться к наступлению в Германию. Сразу авиацию заводим, туда заводим. Удар по логистике, туда, собственно говоря, стратегов наших небольших заводим тоже. Вообще сюда сначала, потому что здесь фортификации можно выбомбить. Было бы вообще полезно. И наша блокада Нидерландов и Германии тоже теперь начинается. Очень хотелось бы мне, на самом деле, вот отсюда убрать корабли. Я так и сделаю, типа... Камон, здесь не так много сейчас будет плавать. Я думаю, наши подлодки будут намного нужнее на других фронтах. А, допустим, вот сюда еще можно тоже распространить наше подводное влияние, так сказать. Почему бы и нет? Здесь, может, тоже проплывают корабли. И, наверное, много, потому что должна же быть торговля здесь. Да. Начинаем ловить. Отлично. Вот такая теперь у нас карта действия подлодок. И, да, мы сделаем подлодки. Отлично. Я бы сказал, наверное, первая фаза завершена нашей войны. Мы полностью обезопасили здесь свои границы. Мы теперь истощаем Германию, при этом сами становясь сильнее. Мы, более того, намного сильнее промышленно уже стали. 170 заводов против 168 военных. Там одни фабрики. Все, они боятся, что немцы не дополучат своего чоколата. Но чоколаты они получают, я думаю. А мы же полностью пошли на военную промышленность. И успешно. Воздух мы завоевали. Море тоже. Я думаю, можно начинать боевые действия против Рексфакта в Европе. Только надо, я думаю, доплывать пока что рановато. Ну, нам-то очень неудобно плыть, я бы сказал так. Так что давайте сюда. Ну, а это все, я думаю, уже в следующей серии, ребята. А с вами был Дубгейм. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии. Все, ребята, как обычно. И до скорых встреч. Пока. Пока.